МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск гай.рф-видеоверсия в студии Анастасии Адарченко. Выпуск подготовлен при поддержке гипермаркета Айсберг. У вас есть только 100 часов. С 12 по 21 сентября успеете купить товар по суперценам в гипермаркете Айсберг. Например, жидкокристаллический телевизор с диагональю 81 см всего за 11 990 рублей. Вначале краткий обзор тем, о которых мы вам расскажем. В Оренбургской области прошли масштабные учения. За уничтожением соперников наблюдал президент Владимир Путин. У гайчан появится место для поцелуев. Сквер у фонтана украсит 4 новых арт-объекта. Цветочная феерия. В городском выставочном зале открылась персональная выставка Веры Хайруддиновой. В пятницу на 24-м километре автодороги Гай-Акьяр недалеко от поселка Новониколаевка произошло ДТП. По информации, предоставленной госавтоинспекторами, автомобиль Иж-Ода осуществлял поворот с трассы. В этот момент его протаранил Форд Фьюжн. Известно, что в результате ДТП 9-летний ребенок и бабушка, находившиеся в автомобиле Иж, получили легкие телесные повреждения. В октябре в Гае откроется аллея любви. В сквере возле фонтана установят 4 арт-объекта – часы, мостик и две лавочки. По задумке авторов проекта, над входом в аллею будут размещены часы, а мостик послужит для крепления замочков любви. Все конструкции будут изготовлены в Орске. Финансирует проект Гайский ГОК. В торжественном открытии, запланированном на 10 октября, примут участие первые лица города и руководство комбината. Организаторы мероприятия обращаются ко всем парам, у кого в этот день намечено бракосочетание, принять участие в открытии аллеи любви. Справки по телефону 8 905 847 52 08. В преддверии Дня Учителя, который отмечается 5 октября, портал гай.рф объявляет фотоконкурс «Моя классная мама». Все, что вам требуется, это сделать совместное фото учеников с классным руководителем и прислать его нам на электронный ящик 50100sobako.ru. В описании к фото необходимо указать школу, класс и имя учителя. Конкурс будет проходить в два этапа. Из всех присланных фотографий наша редакция выберет по одному финалисту от каждой школы. Далее будет объявлено голосование. Класс, набравший наибольшее количество голосов, получит приз. Мы придем к вам на классный час, угостим каждого вкусной пиццей и газировкой. Расскажем о вашем классе всему Гаю. Сроки проведения конкурса с 21 сентября по 5 октября. Фото на конкурс принимается до 27 сентября. Голосование с 28 сентября по 4 октября. Подведение итогов 5 октября в день учителя. На Донгутском полигоне прошел завершающий этап командно-штабного учения «Центр-2015». Вооруженные силы уничтожили предполагаемого соперника крупное бандформирование. По группировке были нанесены массированные удары, как с земли, так и с воздуха. В учения были задействованы десятки самолетов и вертолетов, новейшие ракетные и огнеметные системы. За масштабными учениями наблюдал президент Владимир Путин, который по итогам провел заседание военно-промышленной комиссии. Подробности в материале телеканала «Регион». Только в этом году в войска поступило более 2000 единиц новейшей техники и вооружения. Часть, ту, что можно показать, показали на Донгутском полигоне. Генеральный директор научно-исследовательского института точного машиностроения рассказывает о модернизированной снайперской винтовке «Драгунова». Удобный приклад, самая современная оптика и особое слово – новый патрон, от которого спрячешься разве что за бронированной стеной. Самая главная задача этого патрона была в том, чтобы при сохранении снайперской кучности обеспечить его повышенные свойства бронепробиваемости. В настоящий момент эта задача решена. На сегодняшний день, скажем так, все средства индивидуальной бронезащиты вероятного противника, в общем-то, мы пробиваем. Новейшей техникой модернизированы уже привычные образцы. Здесь же на выставке. Один из них – танк Т-72Б3. Танк имеет повышенные характеристики по управлению, позволяет более точно вести огонь, быстро найти цель прицелиться, замерить дальность и поразить. На выставке представлены образцы техники, находящиеся на вооружении в российской армии. «Тигр», «БМП», «Т-72» и «Эскандер». К слову, все они будут принимать участие и в сегодняшних учениях. По легенде учений, в районе полигона обнаружены крупнейшие бандформирования. Для уничтожения террористической группировки наносят массированные удары с земли и воздуха. Самолеты и вертолеты утюжат территорию, где находится предполагаемый противник. Удары с воздуха – огонь с земли. Вот вступили в дело «Искандеры», а это работает тяжелая огнеметная система ТОС-1, или, как ее еще называют, «Буратино». Совсем не сказочный персонаж вызывает бурный интерес у зарубежных наблюдателей. И, к слову, на учениях несколько десятков. Бой продолжается. Транспортные самолеты сбрасывают технику и десант. Инженерные войска наводят переправы, пробивают проходы в минных полях с помощью системы «Тропа». В бой вступают танки, враг повержен и сдается. На учениях решили сразу несколько задач. Проверили слаженные действия подразделений и работу техники. За боем наблюдали не только военные, но и конструкторы. Мы крайне заинтересованы, чтобы промышленность обязательно присутствовала на учениях. Понимаете? Для нас крайне важно видеть, как техника работает непосредственно во время учения, во время ее эксплуатации. И вот этот контакт между эксплуатантом, то есть военнослужащим, и разработчиком техники, это тот алгоритм, который был нами введен в действие еще три года тому назад, и он работает. Сразу после учений здесь же, на Донбусском полигоне, заседание военно-промышленной комиссии. Президент страны Владимир Путин дает оценку и модернизации вооружения, и учениям. Только что посмотрели высадку современных вооружений, с личным составом, участвующим в учениях в Центре 2015, в ходе которых в том числе проходили обкатку, новые образцы оружия, военной техники. В учениям показали высокие тактико-технические характеристики современных систем вооружения, и тем самым еще раз подтвердили значительный потенциал наших оборонных предприятий. Большая часть заседания в закрытом режиме известна. Обсудили кандидатуры генеральных конструкторов по созданию особо сложной военной техники, акцент на космические системы разного направления и развитие группировки ГЛОНАСС. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Донбусский полигон. Тонировка. Бронирование фар, капотов. Ремонт автостекол. Шумоизоляция. Установка автомагнитол. Автовинил. Гай. Переулок больничный 9А. Огромный выбор мебели на заказ по индивидуальным размерам. Наличный и безналичный расчет. Кредит. Внутренняя рассрочка. Пенсионерам скидки. Мир мебели. Гай. Водченко, 22. Телефон 8905-843-43-16. «Уралстрой» предлагает пластиковые окна, евробалконы, жалюзи. Качество, гарантия, индивидуальный подход к каждому клиенту. Адрес улицы Ленина, 46, в здании магазина номер 25. Телефон 506-45. Вы смотрите гай.рф. Видеоверсия. Мы продолжаем. В выставочном зале Гая состоялось значимое событие в культурной жизни города. Художница Вера Хайруддинова представила на обозрение горожан свою экспозицию под названием «Цветы страсти». На открытии побывали и журналисты портала гай.рф. Творчество Веры Хайруддиновой, как и ее жизнь, неразрывно связано с нашим краем. Окончив школу номер 7 Гая, Вера с 1992 года живет и работает в Москве. Вера нередко приезжает в Гай с целью не только увидеть родных людей, но и познакомить гайчан со своим творчеством. «Цветы страсти» – это не первая выставка, представленная в нашем городе. Живопись я дышу. Это не основной вид моей деятельности. Я к нему пришла, и сейчас у меня с каждым днем все больше и больше, скажем, я все свободное время сейчас посвящаю именно живопись. Потому что если я день не пописала, у меня что-то какого-то хорошего не произошло. Если у меня полкартины, какая-то часть картины где-то прибавилась, или какая-то завершенная картина, которая мне безумно нравится, то я счастлива. Каждый цветок Веры – это отдельная история страсти и нежности, которыми художница с легкостью делится, играя с композицией, цветом, формой, причудливыми изгибами лепестков. По словам художницы, нарисованные ею цветы – это отражение ее внутреннего мира. Стоит сказать, что картины пестрят не только яркими красками, но и несут в себе романтические ноты. Мой посыл я пишу только красотом. Все, что связано с красотой, с природой. У меня всегда все картины, я использую солнечные цвета. Даже если мои последние картины на темном фоне, они все равно у меня все светятся, все просвечивающие, и они не смотрятся темными. Они именно яркие, цветовые пятна, красивые, которые привлекают к себе внимание. И от моих картин невозможно глаз оторвать, потому что я так чувствую. Я каждую свою картину пишу до тех пор, пока я сама не влюблюсь в нее настолько, что понимаю, готов результат. Я пишу коллекциями всегда. И вот так как мне нужно подготовить картины еще для более большой выставки, то есть я еще должна пописать, ну как должна, я хочу это делать. У меня еще недостаточно картин. Вот именно, ну не написалось. Вот так как у меня были пейзажи по Уралу, да, я вот их писала, писала, писала очень долго, там очень трудоемкие работы такие были. И вот пришел момент, когда я почувствовала, что все, я уже не хочу, хочу на что-то новое. Вот сейчас мое новое, оно уже не совсем нового цвета, да, но я пока задержусь в этом. Я пока очень хорошо себя ощущаю во всем этом, позитивном, ярком, цветном. Понятно, от природы мы далеко не уходим, но я выбираю всегда, ну, какие-то эксклюзивные, такие сочетания цветов или форму лепестков, какие-то вот изгибы красивые, переливы. Я приглашаю всех гайчан на выставку, обязательно приходите, я уверена, что вам понравится. Я приглашаю всех деток. Я считаю, особенно девчонкам я всегда советую, что, чтобы не случилось жизни, нужно заниматься творчеством. Пусть это будет там вязание, плетение, ну, как, например, живопись, я вот всем своим родственницам, всем малышам, я прям советую, прям настоятельно советую заниматься живописью. Почему? Потому что это пригодится в любой профессии. Для девушки развиваться вот в творчестве, в красоте, это настолько, настолько потрясающе, что всегда сохранится женское начало, и даже если будет потом другая, вторая профессия, третья, четвертая, но навык, умение рисовать, это всегда будет любимым хобби, и всегда можно научить уже своих деток иметь даже как хобби. Несмотря на то, что в большей степени выставки представлены картины из цветочной серии, гайчане смогли увидеть и классические пейзажи, и натюрморты. Кроме того, вниманию всех посетителей экспозиции был показан видеоролик с презентацией картин, которые стали итогом работы «Путешествие веры по родному Уралу». Разукрадь глазунью поутру «Путешествие веры по родному Уралу» На том берегу Урала В реке превращусь в кораллы И только для тебя останусь там И только для тебя Затру моря и океаны Обойди все небо и вернись В даче крылом аэроплана Разорви себя и прикоснись Губами к сонному лимону И убегай, когда становится темно И не скрывай, что было меня До меня До меня До меня Меня До пол往 На том берегу Урала На том берегу Урала В реке превращусь в кораллы И только для тебя останусь там И только для тебя завтра моря и океаны Океаны, океаны Подари банановый рассвет И забирай его лишь по субботам Потанцуй со мною минуэт И расскажи прогноз погоды И вбегай, когда рыдай полутон И забывай, что было меня Меня На том берегу Урала В реке превращусь в кораллы И только для тебя я И только для тебя затру моря и океаны 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 Стоит сказать, что работы Веры не оставили равнодушными Не только представительниц прекрасного пола Но и мужчин, которые по достоинству оценили картины художницы Мне очень понравилось Ну, смотрятся вот эти цветы На мой взгляд, это, конечно, скорее всего, наверное, дизайнерские разработки Какие-то к интерьерам Красивым, наверное, богатых домов Там, может быть, каких-то музеев Вот, ну, очень интересно Очень впечатляет Как бы живые картины Ну, мне очень понравились натюрморты и пейзажи То есть, глядя на пейзаж Большого Урала, допустим Хочется прям приличную травку Позагорать и искупаться Талантная женщина Сочетание хорошее такое Бывает, что чисто живописец Он боится в сторону шагнуть В смысле дизайна Она учитывает и тот, и другой вариант Но не получается Так, мне кажется Выставка шикарная, конечно Смотришь и гордишься своей сестрой Что у меня есть такая сестра Талантливая Взглянуть на цветочную феерию красок Смогут все желающие горожане Выставка продлится до конца октября Анастасия Адарченко, Артем Архипов Специально для видеоверсии гай.рф В минувшие выходные в Гае Состоялось открытие третьего турнира По настольному теннису На призы гайского ГОКа Соревнования прошли на базе Сокздоровья На протяжении двух дней Работники предприятий УГМК Холдинга Соревновались за золотые медали Участие в соревнованиях принимали мужчины В категории от 50 до 59 лет И в категории от 60 лет и старше Как рассказал журналистам портала Гай.рф директор Сокздоровья Юрий Завьялов Всего на турнир приехало 39 спортсменов Из городов Оренбурга, Орска, Медногорска, Челябинска, Новотроицка и других Стоит отметить, участие в турнире приняли и два мастера спорта Советского Союза Гайскую команду представили пять спортсменов Работники предприятий, любители этого вида спорта Которые находят время в неделю, два, три, кто четыре раза приходит в спортивный зал Поддерживает свою спортивную форму И занимаясь спортом, как бы повышает и производительность труда на производстве По мнению участников, турнир прошел на достойном уровне И многие спортсменов участвуют в нем не первый год Ведногрозск приехал в составе семи человек, семи участников Четверо играют в категории 50 лет, трое в категории 60 лет Надеемся, что в категории 50-60 кто-то будет в призах А вы вообще постоянный участник? Да, постоянный участник турниров по ветеранам Более 10 лет уже участвую Ну, то есть в Гае не впервые? В Гае на этом турнире, второй раз, был в прошлом году А так, был на турнирах в ГМК В результате борьбы призовые места распределились следующим образом Среди мужчин в категории 50-59 лет победу одержал Валерий Щелканов из Челябинска В категории 60 лет и старше золото досталось Михаилу Плотникову, работнику ТЭЦ Гайского ГОКа В эту субботу, 26 сентября, в Гае состоится Всероссийский день бега Кросснации 2015 Место проведения улица Ленина вокруг Центральной площади Старт намечен на 12 часов Предварительные заявки на участие во Всероссийском дне бега Кросснации 2015 От коллективов и семейных команд подаются до 24 сентября В Комитет по физической культуре, спорту и туризму По адресу улица Молодежная, 61, 2 этаж Именные заявки в день проведения соревнования в Главную судейскую коллегию Справки по телефону 4-3107 и 4-16-78 В конце выпуска о погоде В ближайшие дни в Гае ясно преимущественно без осадков Ветер северо-восточный 1,4 м в секунду Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 13 Днем до 24 градусов выше нуля Этот выпуск был подготовлен при поддержке гипермаркета Айсберг У вас есть только 100 часов С 12 по 21 сентября успеете купить товар по суперценам в гипермаркете Айсберг Например, жидкокристаллический телевизор с диагональю 81 см Всего за 11 990 рублей Это все, о чем мы успели вам рассказать Самые свежие новости и комментарии к ним Всегда для вас доступны на портале гай.рф Всего доброго, до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова